Всем привет, друзья, вы на канале Slovat United, меня зовут Эмили, мы продолжаем нашу карьеру на максималках. И как вы видите из громкого заголовка о том, что Хорватия нанимает бомжей, мы теперь будем работать еще и в сборной Хорватии. Вы за этот вариант проголосовали в телеграм-канале, 70 на 30, примерно там было распределение голосов, то есть основная масса людей хотела увидеть сборную. Дополнительно к Юве Стаби. Приключения в Юве Стаби не останавливаются, у нас они также будут показываться. Но если вы случайно наткнулись на это видео, я напоминаю, что лучше смотреть с самой первой серии, ссылочка будет по подсказке. Ну или же, если хотите посмотреть с последнего клуба, то тоже там же ссылочка будет. Поэтому заходите, смотрите и наслаждайтесь нашей карьерой. Ну а пока небольшая информация. Кстати говоря о карьере. Мне часто говорят, что не так интересно уже смотреть, когда команда развилась, играет где-то в серии А, и тем более смотреть за сильную сборную. Гораздо интереснее ковыряться там где-то в низших лигах, ставить себе челленджи и долго-долго играть за одну и ту же команду, выводя ее на новый уровень. Вот как раз такая карьера на канале «Маленькая лошадка». Человек не просто взял клуб «Вадуц» лихтенштейнский, который выступает во втором дивизионе чемпионата Швейцарии, но и поставил себе задачу. Вы представляете, играть только лихтенштейнцами. И играть только лихтенштейнцами в чемпионате Швейцарии, это, извините, не так-то просто. Потому что вообще лихтенштейнцев не так-то много, не только футболистов, но и просто людей там не так-то много. И вот как «Маленькая лошадка» справится с этой большой трудностью, вы увидите на его канале. Так что всем советую перейти, подписаться, ссылочка под видео и в закрепленном комментарии. У сборной Хорватии, как вы видите, есть огромная аритмия по части нахождения в топе. То есть команда занимала третье место в мировом рейтинге и скатывалась до 125-го. Сейчас находится на 14-м. То есть сборная Хорватии сейчас достаточно неплохо находится, недалеко от Бельгии, примерно где-то там. И сегодня мы познакомимся со сборной Хорватии, что там за состав, что там за футболисты, насколько они хороши, насколько они не очень хороши. Мы будем искать игроков. Ну вот есть, например, уже перспективные регены. Скорее всего, регенов мы и будем привлекать в эту сборную, потому что то, что они уже есть, это замечательно. Смотрите, какие регены есть. Пас шикарный, техника есть. Не очень хороший отбор, но в общем и целом ребята присутствуют. Я думаю, что вот по такой схеме мы играть и будем в сборной, потому что состав игроков, он под эту схему вполне располагает. Есть игроки сборной Хорватии, вот еще один Петрович. Вам не надоели Петровичи из Сербии? Вот мы Петровича и вам еще приведем. Ладно. Пресс-конференцию со СМИ, конечно же, организовать. Бомжей назначен на пост менеджера. Ожидания. Желаем, да, ну просто нам желают всяческих успехов. Вот все. Мы обладаем определенным запасом международного опыта. Ведран Чорлука в тренерском штабе. Пожалуйста, очень, кстати, неплохой специалист. Специалист, работавший долгое время в Локомотиве, целый год. Даниэль Шарич. Ну, Шарич вот не очень, вообще не очень, вообще. Физподготовка 4. Надеюсь, он не тренер по физподготовке у нас. Рената Пилипович. Вот он орет на всех. Я прям представляю. К такому тренеру очень страшно попасть, потому что вот прям видно, что он говорит... Вот такой вот типикал физрук. Который со скамейки там что-то орет на всех. Давай, давай, вот это все. Ну, такой подход у человека. Ну, в общем, все понятно. С сборной Хорватии. Довольно интересный составчик. Ну, и давайте поглядим, познакомимся с тем составом, который у нас есть для начала. Ну, давайте вот... Начиная с вратарей, чтобы все было просто и понятно. Левакович. Мое уважение. Играет у нас в карьере за Нью-Касл. Здесь играет за Зенит. Вот. Ну, статы еще пока вполне годные. И я думаю, это вратарь, который вполне сгодится на должность основного. Здесь у него очень удивленное такое выражение лица. Типа, я в Зените? Серьезно? Ну, так и есть. Ива Горбич. У его Горбича реакция, конечно, уже не та, но тоже вратарь опытный. Я думаю, что вполне он может Леваковича заменить. Странно, да? Рост метр девяносто шесть, высота прыжка семнадцать, а уровень игры в воздухе пятнадцать. То есть человек как-то очень плохо играет в воздухе для роста метр девяносто шесть. Это прям пятнадцать, но это такое. У Леваковича пятнадцать, у него рост метр восемьдесят семь. То есть он на десять сантиметров ниже, высота прыжка у него хуже, при этом в воздухе он играет так же. Вот нелогичность, нелогичность. Тогда надо прописывать высоту прыжка ниже, по же самому Горбичу, да? Может у него там колени сломаны, и он поэтому не может прыгать. Но здесь высота прыжка у него вполне нормальная. Почему уровень игры в воздухе слабый? Он руками махать не умеет, что ли? Непонятно. Иван Невистич. Ну, кстати, Невистичу тридцать один год, у него хорошая реакция. Уровень игры в воздухе вообще богоподобный, восемнадцать. Выбивание единственное, что есть проблема, взаимодействие, выбивание такое себе. Но вратарь тоже хороший. В общем, все три вратаря неплохие. Ну, Дуэ, Чалета Цар, уже старый, ему тридцать три года. И, понятное дело, что я никакую сборную вызывать не буду. Ну, только в крайнем случае, когда вообще все поломаются. Тридцати трехлетнего, уже, ну, абсолютно ни о чемного по статам. Тринадцать тринадцать опека отборную. Это не уровень совершенно. Ни в какую сборную он у меня попадать не будет. Ёшка Гвардиол. Вот это другое дело. Ну, вот это бист. Вот это прям ты видишь, что человек умеет все. Великолепный центральный защитник. Ну, единственное, что ему, конечно, высоты прыжка немножко не достает для топ-уровня. Там все-таки хорошо иметь семнадцать-восемнадцать. У него пятнадцать. Но все равно, я думаю, со слабыми командами он будет выигрывать вверх. С сильными, конечно, будет сложновато. Но все равно то, что он есть, то, что он компенсирует свою слабость вверху скоростью, это да. Ну и слабость, опять же, условная. Мы сейчас сравниваем с топ-командами. На среднем уровне это бист, зверь и вообще без слабых мест игрок. Ёшка Гвардиол. Мое уважение. Филипп Бенкович. Тридцать два года. Ну, Бенкович пока еще, вот на текущий момент, он как раз-таки прыгун, доминатор вверху и очень-очень сильный центральный защитник. Ну, с такими можно кайфовать. Марио Вушкович. Это универсальный игрок. Он может играть и опорника. Ну и скорее, наверное, как опорника его здесь и стоит рассматривать. Хотя, с его ростом и высотой прыжка, соответственно, он может вполне выходить центральным защитником. Но у него опека 13, в выбор позиции 13. Опять же, против топов это будет проблемой. И с учетом того, что у Вушковича есть такие скиллы, как, например, там, дальний удар, дриблинг, пас. Лучше его использовать опорником, потому что пользы явно будет больше. Центральному защитнику дальний удар, к примеру, он совсем не нужен. А вот опорник этот дальний удар может где-то там и применить. Агрессивность 14 показывает, что он активно будет вступать в отбор. Правда, храбрости ему немножко не достает. Вот это большая проблема. Он может в единоборство не вступать. Но храбрость больше нужна центральному защитнику. Потому что центральный защитник вступает постоянно в верховые единоборства. И вот сама суть храбрости как раз не боятся выпрыгнуть. А когда у центрального защитника низкая храбрость, он может не прыгнуть в борьбе за верховой мяч, и соперник вам забьет гол. То, что опорник там где-то не прыгнет, это, ну, не так важно. В обычный отборт он вступать будет. И вот как раз-таки опека важна центральному защитнику вместе с храбростью. А отбор с агрессивностью важен опорнику. Ну, это так я рассказываю. Вдруг. Вдруг вы не в курсе. Вдруг вы не в курсе. Так, Йосип Юранович. Ну, тут 34 года. Тут уже без вариантов. От таких надо избавляться. Было бы ему лет 30, то еще было бы норм. Но тут уже 13-13 по скорости. И это грустно. Это уже не пойдет. Уже не пойдет. Борнососа. 31 год. Ну, что тут сказать. Навесы прекрасные. Игра левой ногой замечательная. И, ну да, пока 31 год играть будет. Но это уже кандидат на замену в ближайшее время. Но великолепные навесы, конечно. Неплохая еще пока скорость. Говорят о том, что Борнососа будет заставлять соперников делать Сосу. Если будет играть на свои скиллы, конечно. Бартл Франич. 29 лет. Ну, в отличие от Соса, он, конечно, не умеет подавать вообще. Да, бегать умеет. Но проблемы, проблемы с навесами. То есть то, зачем крайний защитник нужен в атаке, самое основное и самое главное, он делать не умеет. Грустно. Шутала. Ну, Шутала 29 лет. Тоже команда, вы видите, возрастная. Молодых вообще не вызывает. Но это бич всех сборных под управлением ИИ. ИИшник не умеет оценивать потенциал. Он просто вызывает. О, больше ТС. Вызывай его в сборную. Ну, Шутала здесь, конечно, тоже не краек. Не краек он точно. Хотя указано по скиллам, что он, типа, крайний-крайний. Но вот, опять же, навесы 8. Какой из него крайний? Он больше центральный. У него великолепная опека, храбрость, высота прыжка. Центральный защитник. А на край его ставить? Ну, только при отсутствии других вариантов. А других вариантов, кстати, я не вижу. Больше правых защитников нет. Бронемир Фадич. Ну, вот, Реген, пожалуйста. Что он умеет делать? Он умеет псовать великолепно. Великолепно пасует. 23 года. Футболист хороший. Центр поля. Ну, как такой системообразующий игрок Фадич пойдет. Матео Ковачич. 35 лет уже. Ну, в центре, да, еще теоретически он может существовать вот с такой физикой. Но уже все равно пора Матео Ковачичу завязывать со сборной. Тут даже слов нет. Антепалаверса. Ну, судя по имени и фамилии, это вообще какой-то Финн. Давайте посмотрим. Может, у него есть там второе финское гражданство или что-то в этом роде. Но нет, родился в Сплите. Но очень-очень-очень как-то по-фински. Это звучит и выглядит он как Финн какой-то. То есть, вот. Центральный полузащитник вполне хороший. Вполне хороший. Что тут? Ну, такой. Универсал. Опять же, и пробить может, и отобрать может, и отпасовать может. Такие игроки всегда нужны. Рабочие лошадки. Лука Сушич. Ну, не знаю насчет Луки Сушича как центрального полузащитника. Но это скорее вот здесь. Вот ему нужно бы играть как какого-нибудь плеймейкера. Но по скиллу, вот потому что у него есть, он вполне бы справился на фланге. Причем и на том, и на другом. Очень странно, что он играет, ну, немного не на той позиции. Вот, немного не на той. Выдвинутый плеймейкер, атака. Да, я думаю, его надо так использовать. Потому что в центре от него толку будет не особо много. Ну да, как Мицала. Как Мицала, если только. Но будет ли у нас в схеме Мицала? Это тоже вопрос. Можно, можно попробовать играть с Мицалой. Но центральный полузащитник поддержка, он сбалансирует схему. Он как раз-таки помогает там разобраться с обороной тоже. А Мицала все-таки роль более атакующая. Ну, Мицала в атаке особенно. Мицала в поддержке еще там может что-то поотбирать. А вот Мицала в атаке идет в атаку. А у него скиллы именно вот такие больше, под атаку заточенные. Но Лука Сушич, в любом случае, классный игрок. Марио Пашалич, уже 34 года. Ну, тут вообще непонятно, зачем его держать в сборной, учитывая возраст. Наверняка есть регены сильнее, чем Пашалич. Ловра Майер, 31. Ну, пока еще, конечно, можно его поддержать. Но, с другой стороны, только на ЦАПе. Хотя у него прекрасные навесы. Но у него нет уже вообще скорости. Поэтому это только на ЦАПе и только в крайнем случае. Никола Влашич. Еще может бегать, но уже 32 года. Уже бег заканчивается где-то там. Ну, Никола Влашич, неплохой футболист. Да, опять же, там и выйти на ЦАПе точно сможет еще. Но, все равно, замену надо искать. Йосип Брекола, 31 год. Тоже возрастной футболист. Но тут психологии нет от слова совсем. Приняйте решение 8. Это Кал. Это Кал, ну, для той позиции, на которой Брекола может рассматриваться. Потому что, да, он типа краек. Но 14-15, выносливость 11. Очень, очень посредственный футболист. Ну, 11 матчей, 1 гол, 1 голевая передача. Средняя оценка до семерки не дотягивает. Ну, какие тут могут быть разговоры Брекола? Вообще не очень. Лука Иванушец, 30 лет. Ну, он еще что-то может, наверное. Но тоже не хватает вот скорости. Вот не хватает в сборной Хорватии взрывных игроков, которые могли бы там на 17, на 18 скорости обыгрывать. Самый прикол, что у нас такой футболист в центре находится. Да, вот Сушич, 16-16, а по флангам люди с 15 бегают. Бруно Петкович, ну, 35 лет, просто сразу до свидания. Потому что с такой физухой уже делать нечего вообще. Рока Шимич, 26 лет, завершение атаки 12. Самобладание 11. Вау, вот это форвард. Что он делает в сборной? Большой вопрос. Ну, я сейчас посмотрю, конечно, какие есть еще кандидаты на эту сборную. Но пока все довольно плохо. Ну, есть Петер Муса. В отличие от Ахмеда Мусы, он наоборот высокий, мощный, такой таргетменистый человек. При этом достаточно подвижный. Поэтому со своей ролью, я думаю, Петер Муса справится. Вот так вот мы познакомились со сборной. Ну, здесь, я думаю, с тактической точки зрения мы изобретать не будем. Ну, мы можем, конечно, контрпрессинг. Можем, конечно, контрпрессинг. Можем владение под контролем. Но все-таки владение под контролем нам пойдет больше. Потому что, опять же, я не вижу футболистов, которые были бы здесь прям выдающимися машинами. Которые бы прям бегали, как угорелые. Таких вот нет. Таких нет. И поэтому делать придется, исходя из того, что мы имеем. Вот. Ну, я думаю, что с Хорватией у нас что-нибудь да получится. Ну, а мы перемещаемся в клуб. У нас в клубе. Где лучшие победы? У нас в клубе. Ювестабия на 11-м месте. Сейчас мы будем играть против Торино. Если вам интересно, что происходило за кадром. За кадром происходило следующее. Вы видели в прошлой серии матча с Козанцей, Специей и Болоньей. Ну, я надеюсь, у всех отпали сомнения, что наша команда может побеждать. Далее за кадром сыграли мячу с Сосуоло. Проиграли Роме 1-3. Обыграли Самдорио 3-0. Ну, то есть победы у нас были. Мустафа Моради. Очень здорово раскрывается. Он, ну, вот забивал и Болоньей, вы помните. Был глюк в матче с Болоньей. Там показало, что это у него первый гол в сезоне. Но мы же помним, что он забивал Козанца. Это просто бак скина. Там уже конспирологи начали говорить. Ой, была переигровка! Показало, что первый гол, а у него он не первый. Ну, ребят, вы сами посудите. Зачем мне переигрывать матч, который выигран? Это же глупость какая-то. Да, здесь Моради забил. И здесь Моради забил. У него показало, что это у него первый гол. На самом деле у него уже был второй гол в чемпионате. Вот. Но баги скина бывают. Я просто вам говорю, что не надо там искать какие-то конспирологические теории. Все здесь честно, открыто и на ваших глазах происходит. Победы в том числе. То есть наша команда может побеждать в серии А. Команды там не топовые. Понятное дело, что с Ромой нам здесь ловить было просто нечего. Рома нас переиграла по полной программе. То, что мы вообще хоть один гол смогли забить, это уже было круто. Но здесь нет вопросов, когда более сильная команда тебя обыгрывает. Ну, потому что она сильнее. И здесь мы не удивляемся. А вот с командами типа Козанцы мы бороться можем. Ну, вот с Амдорией мы дома разобрались 3-0. При том, что мы по игре доминировали. Муради, Легренцы, Муради делали дело. Хотя вначале доминация была небольшая от гостей. Но во втором тайме вообще они ни одного момента не создали. Вот по графику XG, видите, вообще ни одного момента они не создали. Представляете? То есть наша команда все-таки собралась и смогла показать себя. Смогла показать себя. Так что сейчас мы готовимся к следующей игре против Торина. Итак, что мы скажем нашим ребятам? Нам нечего терять. Но мы-то знаем, что мы способны на все. Играем против Торина. Торина команда очень неплохая. Как вы понимаете, по составу точно лучше нас. Но мы уже показывали, и не раз, что мы способны с такими соперниками тоже справляться. В атаке Ювестабия. Лопеш. Передача неплохая. Скудеро. Мистер Новый Контракт. Потерял мяч. И здесь соперник вполне мог убежать в контратаку. Но Легренцы и Габриэль Нога разобрались. Легренцы. Нога. Нога дает Алонсо. И здесь Эшкрофт. Ну, пробил, по крайней мере, точно. Вратарь не оплошал. Легренца уже на желтой карточке. Это тревожно. Когда центральный защитник получает желтую, это всегда нехорошо. Мурадием. Он может убежать, кстати. Разворачивается. Здорово, Эскудеро! Ну, неужели не было положения ни игры? Мне показалось, что Эскудеро стоял очень сильно в офсайде. Но это может быть обманчиво. У нас есть вар. Для таких вопросов. Да, он не защитный. К сожалению. Ну, там прям было видно, что Эскудеро был в офсайде. Ну, да, да, да. Офсайд солидный. Офсайд солидный. Но по задумке все было сделано здорово. И Муради, то, что смог такой пас вырезать, это уже очень круто. На таком уровне. Потому что у нас такой игрок есть в команде, который способен такие передачи просто выдавать. Габриэль Нога. Кто же способен выдавать передачи? Но пока выдает их только на вратаря. А вот здесь Эшкрафт выигрывает вверх. Муради. Удар неточный. Но Эшкрафт вот как раз почему нужен рослый всегда нападающий. Чтобы выигрывать вот эту борьбу. Чтобы был инструмент доставки мяча туда. Поэтому я всегда обращаю внимание на то, чтобы был прыгучий рослый нападающий. И должен быть при этом быстрый еще. Легренци. Гол. С передачи Паку Алонсо. С углового. Легренци, собственно, делает то, что он прекрасно умеет делать. И он показывает, что он центральный защитник. Зачем он нужен с этого прыжка 15? Вот он выигрывает такие мячи. И здесь, конечно, все как-то подошиблись. И вратарь тоже у соперника не вышел. В атаке Торино. Ринье пытался навесить. Не получилось даже угловой заработать. И вот можно было в контратаку убежать. Эшкрафт немножко был нерасторопен. Не навязал борьбу на том участке поля, где можно было бы побороться за контратаку. Конрад бьет по лицаре. Браво. Повезло, что Конрад пробил не так сильно. Был бы сильный удар. Я думаю, нелегко пришлось бы нашему голкиперу. Ну и в обороне в целом. Тонгья. Загаду. Очень, очень может быть неприятно сейчас. Алонсо. Браво. Поборолся Пака и пришел ему на помощь Церетели. Заканчивается первый тайм. Ну, равный первый тайм. Моменты были и у тех, и у других. Мы свой момент с углового забили. Наши дела идут неплохо, но я знаю, что вы можете лучше. Легренцы не получи вторую желтую. Та диска мы сейчас заменим. Просто потому, что есть риск. Ну, играет он сам по себе не очень хорошо. А если он еще и на желтой карточке, то это риск. Ну и к тому же, Исмаэля я в старте не выпустил только из-за того, что он изначально был немного уставшим. Но на тайм его точно хватит. Поэтому выпускаем и идем играть второй тайм. Габриэль Нага играет на Алонсо. Здесь Гилмор. Передача вперед. Лопеш. Моради. Лопеш. Здорово. Эш Крофт! Ну, удар слишком слабый. Но Эскюдеро! Браво! Браво на добивание Хуан. Все-таки зарплата не испортила человека. Мы видим, как он выходит, как он борется, как он бьется до конца. Вот интуиция ему подсказала пойти в этот момент до конца. Да, удар Эш Крофта был не очень. Но, смотрите, Эскюдеро, в отличие от защитника, Дэн Аксель за гаду был ближе к эпизоду. Ну, вот что такое понимание игры. Эскюдеро допустил, что вдруг отскочит. И он отскочил. И мяч достался нашей команде. Вот, пожалуйста, что такое есть интуиция в футболе. Насколько она важна для футболистов. В атаке Торино пытаются наши соперники сейчас разыграть в нашей штрафной. Но удар у Ренье получился слишком не точно. Чем ответить Юви Стаби? Ох ты, тот Малех, у которого уже была желтая карточка, удаляется с поля. Ну, должны же быть удаления у соперников тоже. Потому что все у нас, у нас, у нас, у нас. У соперника тоже бывают удаления. И вот сейчас одно из них вы видели. Лопеш пытался сделать проникающую передачу. Не получилось. Немного не получилось. Немного не фартануло. Капеллини. Ну, здесь не нужно сейчас расслабляться. Да, соперник в меньшинстве. Да, мы в большинстве. Но давайте-ка, ребята, не будем сейчас расслабляться. Почему они контролируют мяч? Почему у них вообще какой-то контроль получается? Я не понимаю. Их меньше. Их меньше. Почему? Тут надо просто сейчас ребят приободрить как-то, выкрикнуть что-нибудь. Потому что, ну, нельзя же так. Почему? Почему они владеют мячом? Алло, ребята! Их меньше! Как у них вообще владение получается? Вы должны отб... О-о-о-о! Господи боже, легренцы! Зачем? Ну, зачем ты уравнял составы? Зачем? Все было хорошо. Нет, собью. Я решил. Я мужик, я решил. И мало того, мало того, что он удалился в этом матче. Он удалился еще и на следующий матч. Вот это вот самое плохое. Что мы в следующем матче без нашего самого прыгучего центрального защитника. Здесь-то мы выпустим, там, Эспозита вместо Лопеша поставим вот сюда. Сейчас мы немножко игру перестроим на сбалансированный стиль. Играем подлиннее. Теперь темп игры повыше. Теперь будем, может быть, как-то даже не через пас выходить из обороны. Что-нибудь придумаем. Там линия активного отбора стандартно. Ну, вот как-то, как-то так. Я не знаю, как-то так. Но, в любом случае, ситуация неприятная. Опасный момент. Удар Плицари справляется сейчас с крайне неприятным моментом. Ну, вот, нам игра не дает даже доиграть матч с удалением у соперника спокойно. Давай, говорит, мы у тебя тоже удалим. Наши ребята уже не атакуют. Нашим ребятам зачем атаковать? Наши ребята все. Так, ну, здесь вот Церетелли на 6.3 играет. Его надо поменять на... Так, ну, кто у нас там? Помпетти, да, ведь? Да. На Помпетти поменяем. Может быть, он сумеет более достойно представлять нашу опорную зону в этом матче. Потому что пока в опорке беда. Ну, вот сейчас вышел новый игрок. Вынос был не пойми куда. Плицари спокойно. Кошачий прыжок, да, правильно? Тяни время. Не торопись. Эспозито. Нога. Здорово на Гилмора. Можно вперед было отпасовать Гилмор. Стормозил. Но здесь Эшкрафт борется. И Эшкрафт проигрывает борьбу. Не кстати проигрывает ее. И здесь, ну, включить скорость, Исмаэль. Ну, как так? Ну, конечно, Андреа питание за такое накажет. Вот это вот самое бесющее. Вот это вот удаление. Просто сами виноваты. Вот сами виноваты. Еще один момент у соперника. Нормально, Плицари. Все, давайте без глупостей, без тупостей, без ошибок. Не давая сопернику там разгуляться. Играйте вперед. Помпетти. Ну, господи, Помпетти! Что ты стоишь? О, боже! Сейчас еще бы пенку привез. Исмаэль. Блин. Помпетти вынос. Ну, и там никого нет. Мяч выходит из игры. Слава богу, он догадался коснуться этого мяча. Ну что, концовка. Давайте, давайте не просрем, а. Давайте. Вот Маради пошел в обыгрыше. Это, конечно, он молодец. Ну, здесь мяч должен быть нашим. Помпетти, Маради. Ну, все, 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 все. Свисток нужен. Свисток. Да, 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 да. Тяжелейший матч. Ну, вытянули. Вытянули на зубах этот матч. Ну, концовка, конечно. Особенно после удаления Легренца. Там просто, вот, смотрите. Второй тайм. И просто с ни одного момента. После гола второго ни одного момента мы не создали. И это, конечно, грусть и печаль. Ну, да, возможно, если бы не удаление, мы бы там тоже что-нибудь повоевали. Но у соперника тоже было удаление. Сыграли превосходно. Я скажу так, потому что победы в гостях в любом случае здесь никто не ждал. А мы эту победу одержали. И мы красавцы, и мы молодцы. Судья был сегодня завален работой. Ваша команда получила гору карточек. Вас не беспокоит столь агрессивная игра. Мы навязали свою игру сопернику. Вот это самое главное. И мы от Торина оторвались в таблице. Что тоже важно. Мы остаемся на 11 месте. Но мы так неплохо оторвались уже. У нас 17 очков. Калери вылетает, скорее всего, 100%. Но хотя у них еще две игры от нас в запасе. То есть они теоретически могут там что-то и выиграть. Но в целом у нас 17 очков. Все-таки у Бреши, Козанца и Калери 9, 7 и 5. Я не думаю, что они там прям будут рвать и метать. И я думаю, что от выживания мы в этом сезоне должны спастись. Вернее, спастись от вылета, а не от выживания. Что-то я херню какую-то сказал. Легренце дисквалифицирован на один матч. Но да, будет привлечен к ответственности. Исмаэль выглядит измотанным. Но да, он в сборную ездил. А так... Очень грустно, что мы в следующем матче без Джордана Легренца. А Легренца это лидер нашей обороны. Легренца это прям игрок, который активно хорошо развивается. И... Ну вот, забивается у главных. Это тоже огромное преимущество на самом деле. Так как Суэва проиграл конкуренцию на Мораде, я ему сменил статус. Почему больше не считаете меня важным игроком? Ну, потому что ты, блин, неважный игрок. Вот все. Тут... В последнее время ты находишься не в лучшей форме. Ну-ка, в какой форме он в последнее время находится? Можно посмотреть? То сейчас мы его обидим. Он скажет, я в отличной... Ну да, блин, он в отличной форме находится. Тут матчик был 7-0 товарищеский. Он будет говорить, а я-то вообще сейчас в суперформе нахожусь. Вы чё? Так что ругать его тоже за форму не будем. Тут надо другой вариант выбрать. Принял это решение, так как не считаю, что твой уровень соответствует количеству игрового времени, которое ты получаешь. Тут и речи не идёт ни о какой справедливости. Я на это не согласен. Но я думаю, что мы вернём ему время, раз он так очень захотел. Потому что ссориться с лидером команды это такое себе. Пока всё вроде бы как более-менее нормально. Лучше не ссориться. Лучше не ссориться. Лучше оставить всё как есть. Ну, в следующем матче надо дать Суэве тогда сыграть в основе. У него с Гилмором плюс тут связочка. Может быть, он отыграет нормально. СКДР менять я, естественно, не буду, потому что он тащил в прошлой игре. Ну и вот здесь насчёт Тадиска и Эсмаэля. У меня, конечно, всегда дилемма, кого из них поставить. Но Эсмаэль лучше развивается. Эсмаэль в целом так посерьёзнее, поинтереснее. Поэтому, наверное, вот таким составом мы в следующий матч и выйдем играть. Хюго Маньетти запросил новый контракт. Говорит, жить не могу без нового контракта, только дайте мне новый контракт. Ну вот вопрос. Ему 31 год. Какой, к чертям собачьим, новый контракт? Это просто смешно, такому игроку выдавать новый контракт. Он играет на 6,8. Ну то есть, абсолютно средне. Не выдающийся матч проводит. Отдал одну голевушку. И что тут, за что тут давать контракт? Объясните мне, пожалуйста. Ещё и 31-летнему игроку. Обсудим новый контракт с Маньетти. Что такое? Мой контракт не соответствует. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, докажи, что не соответствует. Вы можете мне сказать, что я могу сделать? Так, ну здесь, блин, просто играть хорошо. Играть хорошо. Ты должен сохранять мяч. Я хочу, чтобы эта ситуация переросла, поэтому давайте придём к решению, которое устроит все стороны. Так, ну вот так. Я продолжу работать и посмотрю, что из этого получится. Ладно, продолжай работать. Продолжай работать. Блин, просто вообще смех. Чувак 31-летний, сфигали тебе? Нужен новый контракт. Вот объясни, пожалуйста. Вот что ты в этом сезоне сделал, чтобы тебе давать новый контракт? Ты получаешь 4-100. Это вполне адекватные деньги для твоей позиции. И это нормально. Там условный Церетелли. Ему 29 лет. Он моложе. Поэтому он получает больше. И он, ну, в общем-то, играет больше. Он играет оборонительную роль. Поэтому у него атакующих там действий нет. Но играет он именно поэтому. Потому что он моложе, он лучше. Ему зарплата больше. Логично. Какой-нибудь Пака Алонса. Ну, так он по всем статьям лучше. Поэтому он 12-ку зарабатывает. И он играет намного чаще. А Маньете вообще практически не играет. И еще что-то там просит. Я понимаю, еще Пампетти. Ему тоже 29, там 3,8. И ему, может быть, и можно было бы поднять запешку. Потому что от него хоть какой-то толк есть. В отличие от Маньете. Но, короче, тут не разберешься без... Я не знаю, там у нас, говорят, без пол-литра не разберешься. А тут, наверное, в Италии, говорят, без пол-пиццы не разберешься. Не знаю. В любом случае, друзья, я надеюсь на вашу поддержку. На ваши лайки. На ваши просмотры. И на ваши подписки, если вы вдруг еще не подписаны. Также рекомендую подписаться на Телегу, на ВК. Много интересного и полезного там. Что многие часто спрашивают, какой у тебя скин. Как установить апдейт. Где его взять. И так далее, и так далее. Все это есть. И в группе ВК, и в Телеге мы все это обсуждаем. Поэтому, если вам интересно какие-то такие около-фмные штучки. Что-то там пообсуждать. В сообществе, в комьюнити. Давайте. Давайте. Подписывайтесь. И там проще задать вопрос. Просто мне там в инсте личку заваливают. Ну, не то, чтобы завалить. Но 2-3 сообщения в день там стабильно приходят. Типа, а вот как вот? Вот лучше мицаллы бокс-то бокс. Или там разрушите. Я все понимаю, конечно. Но, друзья, давайте для этого есть специальные места. Есть группы. Я всем отвечать вот прям не могу. Места, группы, Телега. Вот там мы общаемся на околофутбольные и футболно-менеджерские темы. Поэтому всех приглашаю именно в эти сообщества. Что радует, так это финансы в серии А. Действительно, телеконтракт очень серьезно вытаскивает. Ежемесячно мы получаем 3 миллиона от ТВ. Если бы этих 3 миллионов не было, было бы, конечно, совсем грустно. Но вот вы видите, что рост идет. То есть у нас сейчас плюс 12 миллионов. В конце сезона, я думаю, будет еще больше. Если мы останемся в серии А, нам, во-первых, выплатят бонус за занятое место. А во-вторых, мы еще получим полный ТВ-контракт. Еще ТВ-контракт на следующий сезон. То есть мы так сможем немножко увеличивать каждый сезон себе зарплатную ведомость, трансферный бюджет. И постепенно клуб будет расти. Но самое главное оставаться просто в серии А, не вылетать обратно. И тогда здесь вполне там сезона через 3. US TAB уже будет не на последнем месте по расходам, а где-то там в середке. Потому что мы сможем таким образом увеличить свой зарплатный бюджет. И тем важнее то, что мы сейчас с маленькой зарплатой вот здесь вот болтаемся. Это позволяет нам подушку безопасности нарастить. И это очень важный и крутой момент. Итак, у нас Исмаэль получает награду лучшего игрока в месяце молодого. Ну, средняя оценка 6.77. 6.77, честно говоря, очень сильно удивляет. То есть никто лучше Исмаэля не сыграл, что ли. То есть прикиньте, 6.77 достаточно оценку получить, чтобы стать лучшим молодым игроком месяца. Видать, там серия А, лига реально, динозавров, где младше 27 лет никто уже не играет. Список лучших игроков Best Man Player опубликован. А мы, как менеджер Хорватии, можем голосовать. И сейчас вот по средней оценке посмотрим. Здесь Холланд, Беллингем, Мусиала. Прикольно. Боже, 49 голов забил Холланд. Ну, какие вообще тут могут быть вопросы? Холланд. Беллингем 14 плюс 10. Ну, тут 23 у Кая Хаверца, кстати. 31 у Пикколи из Барселоны. Итальянец. Так, а Хорваты есть? Хорватов нет. Илайкс Мориба. Ну, тут 23 плюс 11 Хаверц. Очень серьезные статы. 22 плюс 7 Стерлинг. 22 плюс 8 Лукаку. Ох, интересно. 14 голевых у Собус Лаи. Давайте, знаете как, 31 гол все-таки это крутое достижение. Пикколи поставим на второе место. А на третье место я поставлю... Ну, давайте. Рахима Стерлинга. Потому что... Вот это очень крутые скиллы, на самом деле. Потому что Мусиала 55 матчей. 10 плюс 14. Это не круто. 55 матчей это очень много. То есть, намного меньше сыграл Стерлинг там и Лукаку, и Собус Лаи, и остальные. Поэтому это тоже надо учитывать. Средняя оценка, ну, это такое. Игроки матча. Ну, тут мы вот так вот все сделаем. И, кстати, в серии А, наверное, Холланд лучший бомбардир. 20 голов. После 13 игр у него 20 голов. Это просто монстр. Это просто машина, ребята. Ух, Эрлинг, Холланд. Да, вот в какой лиге мы играем? 13 матчей, 20 голов. В лиге чемпионов, конечно, всего 1 гол в 4 матчах. Но Холланд, ребята, это... Это нечто. Это просто нечто. Ну, а тем временем мы готовы сыграть против Пармы. Неплохо играли в последнее время, так что не разочаруйте меня. Посмотрим, как Суэва себя проявит. Ну, это очередной гостевой матч. И Парма. У них играет мужчина. Мэн. Серьезно, серьезно. Все серьезно. Ну, у нас тоже 11 неплохих вполне таких мужиков, которые вышли биться. Как вы помните, в турнирной таблице Парма ниже нас. Но это не означает, что матч для нас будет легким и что мы здесь фавориты. Естественно, фаворит Парма. Сейчас был убойный момент у Эшкрафта, но он же его не забил, правильно? А значит, ничего не было. Правда, есть еще один угловой. Суэва готов подавать моменты. И гол! Джузеппо Эспозито забил с углового. Я не верю. Суэва голевую отдал. Ну, говорит, типа, я вообще-то тут важный игрок. Не забирай у меня время, братан. Но то, что Эспозито выиграл вверх, я думал, настолько Легренца вообще способен выигрывать вверх. Но Эспозито смог. Еще одна атака Ювестаби. Лопеш отдает на Алонсо. Эшкрафт находит Эскудеро. Эскудеро разворачивается. Передач на Суэву! Ах, если бы в ближний он ударил, а? Мы увидели мощное начало от Ювестаби. И первый тайм все-таки был за нами. Но преимущество-то 1-0. Можете еще лучше. Эспозито, не повторяй ошибки Легренца из прошлого матча и не получи вторую желтую карточку. Гавриэль Нага, соберись. Пака Алонсо, соберись. Ну и Эшкрафту тоже, скажем, чтобы собрался. Момент у Дуга уже был один, но один момент-то что за целый тайм? Надо, чтобы было моментов больше у главного форварда. Опасный момент у Пармы. Деграча пробил Плицари на месте. Ну хорошо, там защитники уже догоняли. А тут еще один угловой. Снова Суэва. Подача. Ну здесь соперники справляются. Тем не менее, Скюдера с мячом. Церетели на Пак Алонсо. Эшкрафт. Заработать ли еще один угловой? Нет. Соперники не дали этому случиться. Штрафной возле наших ворот. Уже момент. Диркс. Скидка. Диркс. Браво Плицари. Правильный выбор позиции. Ну удар, конечно, тоже прямо во вратаря. Но все равно вратарь не растерялся здесь. То, что в него летело, отбил. И это его работа. В атаке соперники по-прежнему. Мэн! Тот самый мужчина. Ворвался в штрафную. Сделал передачу. Ну повезло, что партнер мужчины пробил так себе. Партнер мужчины звучит, конечно, не очень. Моментов в матче не очень много. Но вот сейчас, может быть, что-то получится у нашей команды. Пока Алонсо. Церетели. Передача. Эскюдеро. Исмаэль в дальний. Ну удар хороший. Вот это хороший удар. Да, если бы был точно в угол. Было бы еще круче. Но Исмаэль все-таки не форвард. Он крайний защитник. Габриэль нога пробил не точно. Но тренировки угловых. Вот они все-таки свое дело делают. Выпустили мы тут Адиско и Скютту. Ну потому что Венст оттравмирован. Флорио я не очень хочу использовать. А от Скютты толк какой-никакой должен быть. Плицарио. Ну, Плицарио, на кого ты вынес? Вот вообще. Вот просто вратарь сам себе придумал. Сейчас момент. Ну, может быть, он хотел дополнительный сейв в свою копилку записать. Не знаю. Лука Гомес. Вышел на замену и бежит в атаку. Гомес! Ой, как же он не забил. Убойный момент был сейчас у нашей команды. Убойный Гомес простил Парму. А мог сделать 2-0 и все вопросы снять. Гилмор, Скютта, будет еще шанс? Суэва! Передача на Гилмора. Все. 1-0. Ну, две победы в двух матчах. Две победы подряд. Парма, конечно, во втором тайме зажигала. Но так как в нас никто не верил, и мы снова одерживаем победу. Ну, мне кажется, это супер круто. И это заслуживает вашего уважения. 10. Мы на 10-м месте. С нашим составом. У нас 20 очков. Столько же, сколько у Наполи, Фиорентины. И на 1 очко меньше, чем у Болони. Представляете? Как играет Юве Стабио в этом сезоне. Юве Стабио играет очень неплохо. И мы наш ужасный минус по забитым пропущенным так вот подровняли. Там, по сути, этот минус за крупных поражений от Лацио и Интера. А в остальном команда наша держится и бьется. И еще как бьется. Ну, сегодняшняя серия из-за представления хорватов получается и так достаточно длинной. Но я надеюсь, друзья, что вы быстро наберете много просмотров. И мы еще быстрее выпустим следующую серию. Я напоминаю, что это все зависит от того, как вы смотрите. Вот наберет эта серия за сутки 5000 просмотров. Естественно, выйдет следующая сразу же. Если она за сутки набирает там 3000, ну, ждите 2 дня. Так что давайте. Я вас верю. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Всего вам самого доброго, хорошего, удачи и пока-пока-пока. Пока.